Моему вниманию попался испанский художник с очень трудным именем Англада Камараса. И художник мне понравился. Вот я сейчас листаю его картины. Возлежащая дама, в кресле, но как освещено. Таинственный чёрный фон. В этом таинственном чёрном фоне какие-то ещё две дамы. Но как они таинственны и красиво изображены. Одна в сумерках как бы, а другая, другой выхватил свет. Всё это замечательно по режиссуре. И тут поэтическое режиссуре. Поэзия управляет этим художником, что приятно. Вот цветущий сад. Как он нежен, как он мечтателен. Это не просто фильтоватые горы за цветущими вишнями, вероятно. Это как глаза возлюбленные, так и красивые оттенки. Замечательный испанский тореадор изображён. Видна его нарядность, декоративность и сосредоточенность. Ну, обилие других дам меня несколько разочаровывает. Они пустоваты немножко. А вот замечательный пейзаж с пирамидальными тополями. Опять-таки удивительные соотношения персонажей между собой. Вот замечательный букет цветов. Он фантастичен. Вот ещё фантастический букет цветов. И вот замечательный диалог между розовыми облаками и почти розовыми стволами, и оранжевыми далями, и оранжевым берегом, ближним, на котором всё это стоит. То есть это художник, который умел вести диалоги поэтические с этим миром. Зачем нам эти поэтические диалоги? Они раскрывают глубины психики человека. Вот чем интересна поэзия. Да. Ну и о нём я написал эссе. Вот тоже прекрасный пейзаж, где облака так фантастичны, как будто это не земные существа, а небесные. Живут своей небесной жизнью. Оранжевое существо чего-то говорит, и два голубых персонажа его чего-то слушают. Удивительная, прекрасная фантастика. Вот женщина с лошадью тоже любопытная. Вот два персонажа, выхваченные светом, танцующие женщины, что ли. Или любопытно смотрящие. Да, я написал в нём эссе. Я написал в нём эссе. Это действительно замечательный мастер Англада Камараса. Ну, милый такой художник. Первый раз вижу. А как он приятен имел. Пишут про него, что Дега на него повлиял и Латрек. Но, слава богу, у него нет желчности Латрек. Что противопоказано и живописи, и искусству вообще. Он нежно рассматривает персонажей, любя и сожалея об их исчезновении. Почти как наш гениальный Борисов Масад. И нет поверхности Дега. Поверхностности Дега. Здесь не только ужимки женские, которые хорошо нарисованы. Но большое настроение. И неожиданные средства живописи, несущие комментарии к изображённым. Это очень на редкость хороший художник. Обычно пишут замечательный, замечательный. Я не вижу ничего замечательного. А это действительно замечательный мастер. Пусть он не поднялся до вершин Ван Гога и Матисса. Но он достойно стоит чуть ниже ступени. Особенно хороши его дамы у стены. Дамы с лошади, дамы у куста. Ну и те картины, что я уже упоминал. В его колорите есть серьёзность полёта души. Почти как у Робеля. Да? Прекрасный художник. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ